Когда я позвонил первый раз Андрею, Козлову сидит в первом ряду, мы с ним разговаривали в какой-то определенный момент. Андрей чуть-чуть запутался, потому что он говорит и такой, подожди, подожди, где я в плане разговора? Я ответил ему, Андрей, все нормально, ты в Израиле, окей, можно выдохнуть, а мне посмеялся. Когда я отправлял Андрею афишу на согласование, где поменять фотографию, где поменять слова и так далее, помните, была афиша, у нас есть большая афиша, где Ицхак вместе с Андреем, и там написано «Центр Бегина вживую в 5.30, приходите в Центр Бегина». И я отправил Андрею на согласование эту афишу и хотел получить какую-то корректировку. Там у меня и тут, и единственное, что он мне написал, блин, классно, что там написано вживую. Это, ну, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому, друзья, сейчас Ицхак и Андрей поговорят над тем, как пережить 8 месяцев Хамаса, 8 месяцев плена и не пасть приятным тухом. Андрей такой же репатриат, как и мы, по-моему, буквально 2 года в стране, 2,5 или что-то вроде того. Ицхак чуть больше, большой. 24 года. 24 года? Ну, немногие больше, окей. Ицхак, соответственно, я думаю, что один из самых еврейских бетафакт, из самых известных еврейских коучев, основатель большого количества проектов и представлений не имеет. Веду и под ваши аплодисменты, друзья, Ицхак и Андрей, пожалуйста, приглашаю вас на это интервью. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, где ты хочешь сидеть? Здесь, здесь? Все, отлично. Только буквально одну вставку сделаю, друзья. У нас интервью будет происходить в одном формате двух этапов. Первый этап. Андрей с Ицхаком договорят 40 минут на ту тему, на которую была озвучена чуть выше. Второй этап. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы даже по ходу интервью, записывайте, и у нас будет примерно 10-20 минут на те вопросы, которые вы хотите задать. За исключением политических, мы не политических проект, мы больше про образование. Поэтому не смею вам мешать. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Я буду сегодня в непривычной роли, я буду задавать вопросы, интервьюировать, но здесь есть чему поучиться. Значит, все выкоснователи, например, Держа Батинский, или Минахим Бейдин, или Юсеф, например, да, про отец Юсеф, да, все сидели в тюрьмах. Все сидели в тюрьмах, и просидеть в тюрьме, вообще, сила человека определяется силой испытаний, которые он прошел. То есть, чем больше испытаний, тем больше у тебя растет сила. Значит, Андрею выпали огромные испытания, как говорил мой учитель Равицкая-Фильбер, Зихроносредитель Врахаш, что Бог дает каждому испытания только те, которые человек может выставить, которые ему по силам. И я поэтому всегда три раза в день молюсь, говорю, у меня сил нет, вообще, у меня не надо испытаний, у меня реально сил нету, но, значит, но есть умность. Нет, нету, 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 да, ошибка, нету, нету, да, сил у меня нету. Все, кто живет в Возраиле, должны быть силы. Должны, у меня нету. Значит, но я к чему говорю, но есть ум, есть ум. Когда ты учишься у кого-то, вот мы сейчас вместе можем пройти весь опыт, который Андрей получил там, да, он его выстрадал, он его перенес, но мы можем научиться этому, понять, осознать. Он сейчас поделится с нами своими осознаниями, что он там понял. Восемь месяцев, в страшном плену, вообще, ну, то есть, я просто, даже когда думал об этом, все, теряю сознание от страха. Но, Андрей, вот вы так кивнули, типа, ну, ничего себе, да, вы думаете, это легко, вот, женщина, это вообще не легко, это не дай бог никому, вообще, такого, чтобы, не дай бог, ни с кем такого не было. И мы сегодня узнаем, вот, что ты думал, распределись своими главными, вот, выводами какие-то, которые ты прям вынес, выстрадал, а мы это запомним, запишем, и как будто бы тоже получили тоже урок. Да, во-первых, здравствуйте, должен сначала всех поприветствовать. Я хотел сначала спросить вопрос, есть тут кто-нибудь, кто не знает мою историю, и кто вообще не понимает, кто и что со мной произошло за эти 9 месяцев? Есть такие люди. Я был пленником 7 октября и пробыл в плену 8 месяцев, один день, к сожалению, там еще остались люди, а к моему счастью я оттуда выбрался, и все это было не моим выбором, со мной это произошло абсолютно насильно. И, к счастью для меня, моя психика, я пока не замечаю, что она прям сильно пострадала, видимо, она одновременно и крепкая, и гибкая, и, в общем, оказался я стрессоустойчив. И меня спасли 8 июня солдаты израильской армии, я думаю, это видео увидел каждый, и, честно скажу, я его пересматриваю очень часто и почти каждый день. И, отвечая на вопрос Ицхака, могу сразу вам сказать, что впечатления очень двойственные, потому что ситуация, она сама по себе непростая. И 1200 человек 7 октября были убиты абсолютно зверским образом, и я этого всего не видел. Я был одним из тех счастливчиков, наверное, кто только слышал все эти выстрелы и понимал, что мы просто в кругу террористов находимся. И в какой-то момент сделал, точнее, в очень много моментов сделал правильные решения, так сказать. Я их принял, не зная, будут ли они правильными, но сложилось все так, что я выжил, и сейчас я здесь. И в какой-то момент я просто начал быстро бежать, и только один человек за мной последовал. Когда я оглядывался через плечо, он бежал вслед за мной, я упал с обрыва, и когда я приземлился, он за мной не упал. Соответственно, я даже не видел момент, как, возможно, моя пуля настигла его. Собственно, история очень двойственная, потому что куча людей была убита, а я выжил, и мне, собственно, сам Хамас сохранил жизнь. Поэтому я какую-то личную долю благодарности, что мне жизнь сохранили. То есть это довольно очень сложно произнести, что я благодарен, но мне сохранили жизнь. Я чуть-чуть хочу сказать одну вещь, что вот этот офицер, который погиб, как его звали, который защищает тебя? Который при освобождении погиб? Арнон Змора. Арнон? Змора. Арнон Змора. Я предлагаю, чтобы мы все встали, помолились за его детей, за его семью, чтобы каждый подумал, чтобы он оставил детей, семью. Это человек, который пожертвовал жизнью, защищая, можно сказать, нас. Вот, чтобы все было у него и у его семьи хорошо. Амин. Амин. Спасибо. Ну, Хамас, что значит, они спасите жизнь? Они мне просто выбрали, как человека, которого здесь заложник. Я не говорю, потому что я благодарен Хамасу. Просто я благодарен судьбе, скорее, за то, что я оказался в тех, в том числе, людей, кто выжил 7 октября. Я это был в виду. Да, да, потому что они просто звери, которые тебя обменят, чтобы убить больше, и все. Это факт. Но судьбе я благодарен за то, что я выжил. Да. А что вот, вот ты сказал, что поддержал, действовал, вот какая у тебя была идея внутренняя в это время, которая тебя двигала? Во-первых, я должен сказать, что я не знаю, во-первых, какие качества у меня преобладают, но 7-го числа я для себя твердо решил, что я не имею права сдаться, и я не имею права, там, как некоторые могли бы застыть в одной позе. И, к сожалению, я не видел таких людей, которые начали прикрывать свою голову руками. А я принял для себя решение, что я из этой всей ситуации выберусь и вернусь домой. Я выживу. Таким образом, я даже не отправлял прощальных писем никому. Специально, во-первых, чтобы никого не тревожить, во-вторых, что я просто был уверен, что я обязан вернуться домой. Неважно, сегодня, в этот день, через несколько дней, неважно, я вернусь и скажу своим родным, что все хорошо. Так что, это была единственная мысль 7-го октября. И дальше, вот тебя схватили, да, тебя повезли туда в газу, да, как это было? Так служилось, что эти все видео, которые вы видели с зверским похищением людей, с сокровавленными людьми, которые были ранены всяческим образом, у нас была история более-менее гуманная, когда один из профессиональных террористов, который мне показался сначала человеком, который может нас спасти, пригласил, точнее, приказал Шломи сесть за руль и, собственно, Шломи нас привез в газу. И история получилась менее травматичная, скажем так. Так, а первые дни, первые, я не знаю, три недели, наверное, до конца октября, это, наверное, самое худшее время в моей жизни, потому что я понимаю, и сам понимаю, что произошло, и люди, которые там были, нам все это рассказывали, что они сделали, сколько человек убито, и первую неделю в Лизии Газли там вились еще расточенные бои, про которые мы тоже знали. И потом было очень тяжело, потому что первые три недели, по моим прикидкам, я понимал, что я числюсь в списках пропавших без вести. И все мои родственники, все мои близкие, друзья, Дженнифер, все абсолютно, кто меня знает, они не представляют вообще, что случилось, и сейчас, скорее всего, они ищут меня вот в этих всех видео, что со мной произошло, и пытаются как-то разобраться. То есть паника у меня была одна, одного типа, а у всех, кто меня знает, она была совершенно другая. И мне до сих пор, наверное, сложно вникнуть, сложно, скажем так, представить и проникнуться той психологической реакции, которую все почувствовали. И у меня один опыт, у всех остальных людей, кто не попал в плен и выжил, он другой. А вот твой опыт теперь, да, вот прошло там первый шок, да, привезли. Потом первый прошла там неделя, да? Вторая неделя, третья неделя. Вот что ты в это время думал, как ты себе, ну вот как вообще твоя происходила, мыслительная деятельность, что ты делал в это время? Нам буквально на второй день нашего пребывания сказали, что анахну бешалом, даже на иврите специально сказали эту фразу, и я в нее не верил еще ближайшие два дня. Но в процессе, когда нас начали кормить и связали руки уже не за спиной, а перед нами, ну а через 3-4 дня повесили просто цепи, я понял, что мы здесь не для того, чтобы нас снимали на камеру и убивали, выкладывали в сети и все такое. И нас просто держали в курсе, и мы тем самым просто понимали, что некоторое время мы здесь пробудем, и по их же словам, это все должно было затянуться не более чем на 2-3 месяца. То есть надо было просто перетерпеть этот период времени, и просто каким-то образом, потому что на 2-3 день начали падать бомбы, а в процессе они начали говорить, что вот несколько лет умерло, вот несколько лет еще умерло. И ты просто должен сохранять какое-то самообладание, не впадать в самый ужасный стресс, который только может быть. Но в первые дни это абсолютно сделать невозможно, потому что ситуация абсолютно экстремальная. Это самая экстремальная ситуация, в которой я когда-либо был. И тогда я еще не умел и не привык к этому, я не умел, имею в виду, что как-то держать себя в руках, и первый месяц мы все плакали. То есть все плакали, все понимали, что сейчас происходит, и что, возможно, с нами может произойти. Потом уже, когда по стечению времени, наверное, прошло 2-3 месяца, уже эта мысль улыбилась в наших головах, и мы уже поняли, что 2 месяца прошло, прошла даже вот эта сделка, которая была в конце ноября. И, скорее всего, это продлится еще больше. Мы не знали, сколько, но факт того, что это продлится неопределенное количество времени, и, возможно, это будет, как у известного всем пленного Гелада Желита, может быть, 5 лет, может быть, поменьше, может быть, больше, он, конечно, самый, скажем так. Помимо факта того, что мы можем там умереть, этот факт того, что мы не знаем, когда все это закончится, был вторым по страху. А вы вместе сидели? Вы были там 3... Сколько вас было? Трое вместе, да? Да, мы были втроем. Только втроем? То есть все время были втроем? Ну, это такая информация. Ага. Закрыто. Втроем. Но интересно, вот, и не разделяли они вас, вы общались нормально, как бы? Да, да. Я не говорю то, что... Я должен сказать, что все люди, которых мы там видели, были, они были как плохого типа, как нейтрального типа, так и были люди, которые пытались что-то сделать хорошее. Но также вот вы спрашиваете про инсайты. У меня было несколько инсайтов, которые я получил. И, скажем так, я хотел бы начать с того, что у нас в середине нашего пребывания там, на четвертый, наверное, третий месяц, нам принесли, когда совсем поняли, что мы тут скучаем, мне лично принесли альбом для рисования. И я его изрисовал от и до, каждую лист с двух сторон, где это было возможно, где я совсем там первую сторону не загадил, и не стер ее. И там была обложка, которую я тоже задействовал. Я понял, что продержаться в таком режиме можно только несколькими способами, когда ты сам себя контролируешь, тебе в этой ситуации никто не поможет. И как... У меня просто есть видео в инстаграме, когда мы на емкий пур за 10 дней до того, что случилось, катались по пустому айлону. То есть это такое было видео, которое я еще запостил на инстаграм, такой символ свободы. И там было написано на моей футболке сзади, что я один против всего мира. Вот я, собственно, себе напророчил, то, что я был один, и никто, собственно, мне не поможет. Потому что террористы говорят, что Израиль хочет нас убить, потом они говорят, что Израиль хочет нас спасти, но тогда мы вас убьем, если они попытаются это сделать. И получается так, что единственный вариант, который у тебя остается, это просто ждать и использовать тот шанс, который у тебя есть. То есть просто ждать, и нужно сохранить себя хотя бы как минимум в том виде, в котором ты сейчас есть. Я не говорю там улучшить себя, стать улучшенной версией себя, но первое, что я себе записал самыми большими буквами, это два слова просто. То, что ты живой. Это вот тот факт, который нужно принять как самый лучший факт, который вот у тебя сейчас есть. Самое вот то, что ты должен ценить больше всего. Потому как 1200 человек уже погибло, погибают солдаты, и вот у этих людей шанса выжить уже нет. У них его отняли насильно. А тебе выпала доля такая, что тебе этот шанс остается. И ты должен быть за это благодарен. То есть это были просто самые большие буквы, и когда даже не было там рисунков, я их написал. Сначала только они были. То есть просто хотя бы помни, вот хотя бы про это. Когда ты понимаешь, что тебе нужна еще какая-то подмога в качестве, ты сам себя должен подбадривать, я понимаю, что нужно добавлять что-то постепенно. я начал уже записывать туда различные мантры. первое из которых, это то, что коль-йом-матана на иврите сейвит это переводится как «каждый день подарок». И чтобы чувствовать себя каждый день нормально, как минимум, тебе нужно хотя бы поблагодарить Господа за то, что Он распорядился так, что ты живой. И тебе нужно как можно чаще об этом думать, но желательно по утрам, чтобы твой день прошел более-менее нормально. И в общем нужно об этом помнить. А ты начал молиться, как «спасибо Всевышнему». Как это было? Было у тебя твой разговор? Я до приезда в Израиль особо не был религиозным человеком. И вся моя семья, она придерживается атеистических взглядов. Но та ситуация, тот случай, который произошел со мной, ну, мне говорит немножечко, может быть, обратное. И я не знаю, потому что вот я счастливчик, а кто-то нет. 120 человек там, и то есть вот для меня Бог существует, а для них нет, я не знаю. Но я определенно стал верить в чудеса, и у меня есть косвенные подтверждения того, что там какой-то ангел-хранитель надо мной летает и меня оберегает. А вот скажи такой момент, вот эти террористы, которые охраняли, было такое, их же тоже там бомбят, убивают, все. Было такое, что кто-то из них заходил, там у меня, там, кого-то убили у них, ну, было у них, что они боялись вообще. Это постоянно происходило, и там раз в месяц стабильно, минимум, а как правило чаще. То есть мы видели там порядка 30 человек за все время пребывания там, сменив 7 мест. В последнем мы были 6 месяцев, до этого 6 мест, там за 2 месяца мы прошли, и почти везде были абсолютно разные люди. И так или иначе они сообщают, что вот ваша израильская армия убила у меня там отца, убила там еще кого-то. Когда передают из рук в руки, то есть одна команда террористов передает нас другим, они могут сказать, вот мы вас забрали, а вашу предыдущую команду убила израильская армия просто бомбы. И ты понимаешь, что вот смерть, она прям вот по пятам тебя преследует, и каким-то чудесным образом тебя обходят стороной. Непонятно почему, но вот пока ты живой, и на этом спасибо. Также был случай, когда, я не знаю, как так получилось, но единственный человек из всего моего этого опыта, которого я ненавижу лично, даже с ним нам повезло, потому что конкретно он нас из предпоследнего места привел в последнее, и через 3 недели выяснилось, что все те дома, где мы были до Эльзова, они разрушены. И я понимаю, что вот даже с тобой нам урод повезло. Да, интересно. А скажи мне, были моменты, что вы смеялись, радовались там внутри? То есть были какие-то вот... Это один из тех способов, которыми мы руководствовались, как раз таки. Это то, что нужно как можно больше себя занимать какой-то рутиной. То есть вот один из выводов для меня дальнейшую жизнь, которую я сделал, какая бы критическая ситуация у тебя ни была, всегда надо сохранять какой-то режим и стараться поддерживать себя в форме с помощью своей рутины. Мы в качестве рутины использовали игру в карты, и мы с четвертого дня, то есть, наверное, с 11 октября, начали прям каждый день играть в израильскую игру, карточную, называется она Рэми. Я всем говорю, что я ее ненавижу теперь и буду играть в нее только с Альмогом и с Ашломи 8 июня один раз в году. Наверное, так и будет. Может быть, кому-то покажу правила, но и сам играть не хочу. Достаточно. Это один из способов. Второй, это просто из тех пунктов рутины, это, конечно, спорт, потому что спорт, он освежает и поддерживает тебя, когда ты лежишь там на матрасе часы подряд, дни подряд. Единственное, что тебя может поддержать, это какие-нибудь упражнения по типу отжиманий, приседаний, скручиваний, там, на пресс и просто там что-то буквально. Я даже тренировался в плане стретчинга, в плане йоги, я делал даже дыховные практики, в смысле для дыхания и стойку на руках. То есть, когда никто не видит, чтобы никто не подумал, что я совсем ненормальный, я стоял на руках там и... То есть, надо использовать время по максимуму. Это, условно говоря, как делать лимонад из лимонов, когда ты пытаешься использовать вообще все имеющие ресурсы и хочешь отсюда что-то вынести. То есть, если я правильно, первое, это у тебя было, что радоваться тому, что ты живой, живой уже, уже это первая мантра была. Это самое главное. То есть, больше по факту, вот, базисто, ничего для этой ситуации не нужно. Второе, надейся на себя и... Ну, то есть, надейся на себя, это второй был твой принцип. Да. Третий, это рутина, поддерживающая рутина, то есть, занять свое время чем-то, чтобы не и четвертое, это из лимона делать лимонад. Да. Я, в свою очередь, этому еще научился в российской армии, так как с 2020 по 2021 я прослужил там. И поначалу мне казалось, что это будет худшим временем моей жизни, но я решил для себя, ну что ж, раз уж я здесь и год из жизни он пропадает, скажем так, я должен это подзадействовать на максимум, и это было своего рода тренировкой для меня. И я там учился играть на гитаре, читал книжки, учил итальянский язык. Где, в армии? Да, в армии, просто в армии. И я просто это вспомнил и понял, что вот это была своего рода подготовка к Газе. И в Газе я могу учить английский вместе со шломи, арабский, на арабском, но я просто сказал, что немножко могу говорить на нем. Ну, собственно, иврит, то есть, если кто-то не понимает, да, на иврите, насколько вы все репатрианты. Да, да. Они отхалтали на мот иврит в юниахарон, в шахте, в Газе, и моримшили альмок в шломи. So I improved also in English and now I'm an international guy. So... Thank you. Thank you. Хорошо. И вот ты эти вещи понял для себя. И вот, а в чем ты стал сильнее, вот если ты сейчас смотришь на позитивную сторону этого? Вот что ты вышел, в чем произошло твое знаковое изменение, новая версия тебя, да, в чем она отличается от старой? Ну, я бы не сказал, что это прям... Ну, возможно, это, да, в какой-то степени улучшена версия себя, но... Одно из того, что я понял еще про себя, то, что я научился лучше контролировать свои эмоции. Если в какой-то момент ты понимаешь, что, как бы, эмоции в целом это хорошо, да, если мы что-то чувствуем, то мы живы, и это хороший признак, да, казалось бы, то в какие-то моменты их нужно просто отключать, потому что все эти мысли, которые лезут в голову, про то, что через минуту его может упасть в бомба, про то, что непонятно, где твои родители, что они делают, кто вообще где, где ты вообще сам, кто все эти люди, потому как я был абсолютно новым репатриантом, не то, чтобы я мало что знал про Израиль, но вот конкретно про Газу я знал только то, что они нас очень не любят, и мысли лезли всякие в голову. В какие-то моменты мы просто были целый месяц заперты в недостроенном здании в одном из его комнат, и террористы уходили просто на всю ночь целый месяц, и мы были просто скованы по рукам и ногам цепями, и они приносили нам еду. И мысли были такие, что вот, во-первых, может бомба упасть, а во-вторых, может просто кто-то прийти нас убить голыми руками, ножом, чем угодно, или кинуть какую-нибудь горючую смесь нам в окно, типа коктейля Молотова, и мы сгорим заживо. То есть в таких стрессовых ситуациях мысли лезут абсолютно разные, самые поганые, и в какой-то момент просто нужно это все отключить. И вот там, если сейчас я могу казаться спокойным, то это, скорее всего, потому что в 8 месяцев я испытывал самые худшие эмоции в своей жизни, а теперь просто некоторые эмоции я в себе настолько подавил, что до сих пор не могу их включить обратно. То есть, если головой я понимаю, что происходит, то, что я сейчас вот сейчас здесь с вами, вживую, это для меня просто потрясающе. Спасибо, что пришли. По сердцам я чувствую только самые прям сильные моменты, когда вот прям вот вау. А в большинстве в своем дни проходит, я не скажу, что прям без эмоций, но я прям чувствую, что они очень подавлены, скажем так. Поэтому это одно из тех, что я сделал для себя. И как бы я не могу сказать, что для меня этот опыт прошел негативно прям на 100%. Я про себя многое понял и вышел, условно говоря, новым человеком. И вот сейчас постепенно этот новый человек, новая личность встречается со старой, они как-то начинают дружить. Происходит это все посредством сообщения с людьми, особенно с людьми близкими, с людьми, которых я до этого знал, и они меня тут постепенно возвращают. Класс. Я хотел пошутить, что теперь ты готов жениться. А? Теперь ты готов жениться. Я готов. Подготовлено, без эмоций, спокойно, управляюсь. А, в этом смысле. В этом смысле, да. Что ты делишь, ну тебя не испугаешь уже. Смена жизни. Все мужчины, да, боятся жалиться. Да, да. Хорошо. Значит, получается, пять выводов у тебя получилось. Да? Я жив, и уже этого достаточно, чтобы радоваться. Второе, это каждый день матана, каждый день подарок. Это база. Да. Третье, это занять себя рутиной, то есть не сидеть без дела, тренироваться, качаться, рисовать. Режим. Просто это все можно объединить в слово самоконтроль. Условно говоря, для меня еще один вывод, то, что мир это абсолютный хаос. И если 26 лет моей жизни прошли абсолютно нормально, и как у среднестатистического человека, то когда я сделал, принял для себя решение переезда, все как-то пошло немножечко по другой тропинке. Израиль, Израиль, что? Чтобы вы понимали, жизнь иногда может показаться отвратительной, а иногда она преподносит лучшие подарки, которые только могут быть. То есть это такие подарки судьбы, о которых сложно себе представить. И вот два случая, это 7 октября и 8 июня. 7 октября весь мир перевернулся у всех, особенно в Израиле. И могло показаться, что жизнь кончена для кого-то, а для кого-то для меня 8 числа она сделала прям гигантский подарок. И ты понимаешь, что жизнь, неважно, где ты находишься, она может развернуться на пятачке. И к сожалению, да, мир хаотичен, он абсолютно несправедлив, и кого-то непонятно, за что он карает, а кого-то вознаграждает. Я не знаю, по какому принципу это работает, для меня это для сих пор вопрос без ответа, но я оказался просто опять-таки в числе счастливчиков. Слава Богу. Четвертый твой принцип это из лимона делать лимонад. Да, это поэтому из любой ситуации ее можно описать и так, и так. То есть можно сказать, что я счастливчик, можно сказать, что мир очень хорошо устроен. Тоже можно так сказать. То есть все очень неоднозначно. Мир относительно и хаотичен. Не надо бояться этого. Все страхи, которые у нас есть, это один из как раз таких выводов. Все наши страхи, а мозг наш очень любит бояться и придумывать вообще самые худшие расклады, вот как у нас в Газе. И хоть мы об этом думали, боялись, а сложилось все абсолютно не так. Нас никто не сжег заживо, нас никто не изнасиловал, нас не убили. Вот сложилось все так. Я не говорю то, что я знаю, что будет дальше, никто не знает, но пока все сложилось так, и все наши страхи оказались абсолютно беспредметными, скажем так. Они, да, были на то причины, но не стоит прям думать, что это произойдет именно так, как ты думаешь. Поэтому, хоть и мир хаотичен, никто не знает будущего, не нужно этого бояться. И вот если там по 7 октября, приводя в пример, то надо всегда оставлять мозг открытым и держать ухо востро. Где не стреляют, куда бежать, например. Хорошо, а вот такой вопрос. Вот в тот день, когда вас спасли, да, вот как что-то предвещало, какие-то изменения, или все было день как день, или были какие-то знаки, что сейчас должно что-то произойти, вот ты чувствовал что-то или нет? Я должен сказать, что моя история, она вообще полна совпадений, и где-то я рассказываю про них, где-то я не рассказываю, вам я уже что-то рассказал, помните, и во-первых, я начал, ну, я поверил в знаки, да, один из знаков был то, что в начале, когда еще был ноябрь, мы долго думали, вот сделка закончилась, сто человек освободили, там порядка ста, и мы думали, а сколько еще мы тут пробудем, и когда мы обменились мнениями, я сказал ребятам, я думал, что 8-9 месяцев, и мы там пробовали 8 месяцев и один день, ну, просто, может быть, угадал, но пророчил. Второй момент, то, что мы в конце марта сделали самодельный календарь из шахматной доски, кто играет в шахматы, знаешь, там 8 клеточек на 8, получается 64, и мы добавили туда еще две строчки, получилось 80 клеточек, которые символизировали каждый день, и если посчитать, то с конца марта до середины июня, это как раз таки 80 дней, и мы молились, чтобы второй календарь не пришлось создавать, но и сами понимаете, когда время идет, дней становится все меньше, а ничего не предвещает ничего хорошего, и тут случается такое чудо, вот еще один знак, то, что просто может быть совпадение, и мы также разговаривали зимой с ребятами, и думали, есть у кого-нибудь какие-то магические числа, которые вот прям привязаны к вашей жизни, вот прям плотно, и там случается что-то прям очень хорошее, и когда мы обменивались этим всем, я сказал то, что у меня есть такая дата, 9 июня, во-первых, потому что моя бабушка, с которой мы очень близки, она, у нее день рождения в этот день, и 9 числа также я пришел в армию и ушел оттуда, то есть такая дата, которая 2 раза себя обозначила прям твердо в моей жизни, я говорю, это для меня это начало июня, они говорят, ну давай будем надеяться, что это будет начало июня, вот мы и донадеялись. И какого числа вас освободили? 8-го. А 8-го? Да, 8-го. 8-го. Но тут тоже интересная деталь есть, что это все рядом, может быть там где-то какой-то баг произошел на денечек. Это же ночью было? Это было ночью? Нет, это было утром. А, у вас в сухом. Да. И, ну если бы ночью, тогда я еще, да, было бы совсем близко. Так утром, так подальше. Тут еще есть одна интересная деталь, что вот у моей бабушки 9-го июня день рождения, у мамы Альмога 9-го числа день рождения, это второй заключенный, и у Нова Аргамани у ее отца 8-го июня день рождения. Это ее освободили на день рождения отца, получается? Да, это всем они сделали такой подарок. Я, я когда был на встрече со своими спасителями, солдатами, я у них спрашивал, вы знали? Вы специально это сделали? Всем подарки сделать? Они говорят, нет. Просто был удачный момент. А в тот день, в сам день, вот когда вы ложились спать, там что-то было такое, но необычное, или нет? Вот ты чувствовал, что-то? нет, нет. Все было. У нас очень часто нас чуйка подводила, и, ну, все мы человеки, и когда-то просто думали, что сейчас что-то плохое произойдет, и ничего не происходило. Когда-то думали, что сейчас произойдет что-то плохое, и вот в этот день мы убили крысу, которая забежала к нам домой. А в тот день мы ни о чем не думали. То есть, ну, тут не могу ничего сказать. Тут я ответов тоже пока не нашел, никакого экстрасенсорного дара у нас не обнаружилось. И это был просто обычный день, когда я там читал книжку про Марка Пола, нам в апреле хороший террорист принес книжки. Да, я их так называю. Я читал про Марка Пола, другие ребята, террористы принесли другую литературу про ислам, и чтобы как-то себя занять, они сказали, типа, можете читать, можете не читать, нам все равно, вот, держите, мы тут вам распечатывали специально для вас. Серьезно, я не шучу. И, ну, ребята читали эту литературу. Про ислам. Да, мы по ней тоже тренировали английский. Вот, как раз таки, вот надо просто все использовать. То есть, альбом для рисования, там, бумажка от конфет. У меня просто один раз отобрали альбом для рисования, сказали, ты наказан, и я рисовал на бёртке от конфет. То есть, ну, просто взял там, втихую, там, где-то ее прятал, рисовал. Я, к сожалению, не взял в свои рисунки эту бумажку, сейчас можно было бы выставку сделать, но, времени не было просто. Вот. И мы ничего не ожидали. Абсолютно ничего. И все это произошло просто вот так. Могдавение. Как раз таки о том, что иногда жизнь подкидывает подарки. И к разговору о страхах, меня вот спрашивают, там, а ты боялся? Я говорю, ну, первые 10 секунд, да, но не по причине того, что я участвую в том, что я, там, что это специальная операция по нашему спасению и вызволению от газа. Я боялся, там, первые 10 секунд, когда я не понимал, что происходит. То есть, возможно, они там между собой человек устроили, какой-нибудь там джихадский ислам напал, там, фатах, возможно, там еще что-то. Ну, как бы, вообще непонятно. И когда уже там спросили на иврите, имя, 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 все ли здесь, когда объяснили, что ты идешь со мной, ты идешь со мной, максимум 2 метра от меня, и о йомбе и аэрофобайта, ты понял, что вот все, как бы, вот теперь тебе уже, опять тебя не спросили. Вот 7 октября тебя не спросили, и 8 июня тебя никто не спрашивал. И шансов у тебя, как бы, сказать, нет, я тут посижу, ну, типа, их нет, надо делать. И поэтому... А ты бы хотел посидеть еще? Нет. Что-то долго я думал, да? Да, да. Да, все, 2 минуты. Что ты пожелаешь всем присутствующим, и вообще всем людям, вот ты там, с позиции испытания, которое ты прошел, уже такой у тебя есть опыт, вот что ты пожелаешь сейчас всем нам? Во-первых, я знаю, то, что мы все тут новые репатрианты, кто-то постарше, вот вы там постарше, новый репатриант, мы помладше. И вы должны понимать, в какой стране мы все живем, и нужно быть, там, готовым, как минимум. Ну, потому что, когда я сюда приехал, я думал, ну, какой шанс оказаться свидетелем террористической атаки, а тем более, участником, либо жертвой. Я думал, ну, вот шанс, он прям вот такой мизерный, что из, там, миллиона один, там, кто-то вообще всю жизнь живет в Израиле, видит и таких большинство. А я вот об этом думал и додумался. И получается так, что шансы, какие бы они маленькими ни были, они все равно есть, и нужно об этом знать. И второй момент, который я бы хотел вам всем пожелать, делать осознанный всегда выбор, быть всегда сильными, и не важно, что вам говорят другие люди. знайте то, что у вас есть внутри стержень, а еще хочу пожелать мирного неба над головой без бомб. Спасибо организаторам огромное, что организовали, спасибо Андрею, что пришел. Вопросы, есть вопросы у кого-то, вот, кто хочет задать вопросы? Андрею. Друзья, хотите, я буду... А, вы можете сами задавать, говорить, кто будет отвечать, верно? Кто первую руку поднял, тот будет отправлять. Регулируйте, как удобнее. 20 минут, у нас есть вопросы. Это политический вопрос. Разные мнения, разные взгляды, я не знаю. То есть, я хочу надеяться, что будет когда-то мир. Будет ли он, возможен ли он, я не знаю. Я хочу мира. Все хотят мира. Да, вот, да. Биология связана с талсойлой, которая последовательная подолгана. Про условия можно, и мы там были в всех местах, в семи местах, и они абсолютно разные. То есть, где-то мы пробовали день, где-то пробовали шесть месяцев, где-то две недели, где-то одну неделю. Везде люди разные, есть люди отвратительные, которые тыкают в тебя автоматом, когда ты кушаешь. А есть люди, которые приносят тебе почитать книжки и альбомы для рисования. А вы имеете в виду условия в плане еды? Аккомодейшн, еда где-то. Это как? Отзывы, отзывы. Мы не были в туннелях. Мы не были в туннелях, мы были только над землей, в каких-то квартирах, ну, просто какой-то из комнаты, но из квартир. Где-то были семьи, которые были отделены дверью, где-то не было никого, и вот нас вообще оставляли на весь месяц, на все ночи одних и приносили только еду. И кто-то там о нас заботился, то есть у них же есть все равно цель сохранить нам жизнь. И докторов приглашали. То есть я там был, хоть там, я и думаю, что я вот такой весь там сильный выдержал, но как бы со здоровьем там были проблемы. Видимо, из-за стресса. Как и с пищеварением, кто-то знает эту историю, так и с температурой, с насморком и так далее. То есть и докторов приглашали. Так что условия разные в плане еды. Было в ноябре, декабре, вот, например, очень голодно. То есть мы сбросили, ну, как сбросили, не сами, сбросили-то как будто бы сами сбросили. Потеряли 7-9 килограмм. Примерно. Ну, вот на вид весов не было. А в каких-то местах кормили, ну, достойно, сытно, и я не переживал, что умру от голода. То есть не было такого. Но большинство в своем это, конечно, всякие питы, рис, фуль, лабаны, вот там стандартный такой рацион. В мясе можно было там помечтать, там, представить, как это вкусно. Сейчас вот, а, есть еще одна, кстати, инсайт, который я поймал, там, я себе одну из мантры написал, что если, то есть мир, это говорит о его балансе. Если сейчас плохо, то будет хорошо. Если сейчас очень плохо, то будет очень хорошо. И вот я себя опять напророчил, и вот имею возможность, там, сидеть на сцене, выступать. То есть как я заслужил это, не знаю, вот. Все говорят, что Алюф, Мелах, там, Гебора, но, да, вот. А я себя так и ум не считаю. Я просто думаю, что я там, вот самое подходящее слово, там, Коляковод. Вот самое подходящее. Ну, точно уж не, не чемпион, не король, не герой. Герои, солдаты, которые защищают страну, вот они герои. А я просто выжил, делая это для себя и для семьи. Спасибо. Да. Друзья, если вы задаете вопросы, мы все хотим слышать эти вопросы. Если хотите, поднимайтесь сюда, к БИМе, если хотите, прям очень громко, чтобы прям было все четко. Спасибо большое. Да. С фестиваля ОНОВА. Я там работал как охранник, и я тогда не представлял вообще, насколько далеко я еду, и насколько это будет в Газе. Да даже если бы я туда поехал, зная, где это все будет, я бы все равно принял решение ехать, потому что я знаю, что там люди живут годами, десятилетиями. И, ну, это была просто подработка такая, халтурка для нового репатрианта, не более. И еще, как делаешься ли ты? Когда я сюда приехал абсолютно один, и был план перевозить брата, и не было никакого плана, как перевозить маму, потому что я не по галахе еврей, и я по отцовской линии. И они в разводе, то есть уже не перевезти. И, собственно, вот сейчас я их уже перевез, таким образом, потому что мама получила ПМЖ, в связи с этой исключительной ситуацией. Так что способ есть. Я еще и... Я еще и проблему семейную решил, как всех перевозить. слава. Так что мама здесь, брат уже репатриировался, папа, просто потому что у него важная работа в России, и у нас бабушка, которая 86, он пока там, но он начал учить иврит. Это было буквально следующий день. То есть никому ничего не сообщили по понятным причинам, что это все произошло. Сообщили уже по факту, когда мы приземлились, когда мы были в вертолете, где-то в этом промежутке. И когда мы приехали, меня сразу там осмотрели, потому что 8 числа там были эпизоды, когда я там и по крови пошагал, и увидел там некоторые вещи. Меня там начали осматривать, это заняло порядка 5 минут. Потом меня спросили, хочу ли я поговорить там с Женнифер, с братом и с моим соседом, другом по квартире. Я сказал, конечно же, да, но мама буквально за 2 дня улетела по делам, связанным с документами. А, говорить вот как раз-таки с послом, кажется, да? Вот. И она вот буквально улетела там за 2 дня. И ее вместе с отцом 9 числа как раз-таки вот привезли, помогли ей прилететь, и 9 числа мы с ними увиделись. Там тоже видео есть, как я там рыдал и все такое. Но это было очень это... 8 число и 9 число, это там самые лучшие, наверное, и в моей жизни. И это просто потрясающе было. Хорошо, еще вопросы, да, вот? Кто? Когда вы были в Тебу, у вас же, наверное, вы, наверное, узнекали мысли о победе. Вы как бы то, другом и басу сдали, принимали решение это не делать, делать там, ладь, и... Вот я еще вначале сказал, что все принятые решения и 7 октября, и за 8 месяцев, и 8 числа, все эти шаги, которые я сделал, и все непринятые решения, которые мы тоже решили от них отказаться, например, план побега, тоже были сделаны верно. Например, мы в... Ну, мы в октябре, в ноябре прям думали об этом, и примерно прикидывали, как это можно все осуществить. И план был такой, что... Ну, мы это обсуждали всегда, да, в каждом месяце, но в первые два месяца это было более серьезно, а потом уже, когда отказались от этой идеи, уже в качестве шутки, это там просто более врог. Типа сидим, молчим, и более врог. Лё, лё, лё. Не будем, не будем. И да, мы в ноябре от этого отказались, и потом мы узнали, что случилось с тремя пленниками, которые предприняли попытку побега, и их по ошибке на границе застрелили. Так что вот тут мы тоже не прогадались с этим, и кто-то нас от этого отвел. Ну, может, у нас и кишка тонка была, не знаю. Ну, и хорошо, что была такая кишка, что не побежали никуда. Да. Да. Вопрос такой, каково было ложиться спать с мыслями, что ты завтра проснёшься и окажешься в этой среде снова, ты окажешься в реальности, и каково сейчас просыпаться? Я засыпал, но я в темноте, потому что у них нет электричества. Ну, оно у них есть, но его мало, и засыпали мы там почти в темноте, и на матрасах, которые не очень хорошо пахнут, и люди там не совсем приятные, там с автоматами ходят, ну, как бы не совсем комфортно. Но всё равно привыкаешь. То есть, конечно, первые три месяца, ну, мы там и боялись там даже уснуть, потому что там были случаи, когда просто приходят ночью, всё, мы уходим отсюда. Мы получили сигнал, что сейчас этот дом будет разбомблён. Мы такие, давайте, давайте уходим. И, ну, всё равно тревожно, так или иначе. Я сейчас говорю тоже спокойно, но я тогда там в душе орал от того, что я чувствовал, потому что там какие-то ночи, вот у меня персональный рекорд есть, я не спал, и вместо ветвь считал бомбы, которые там падали в разном, скажем так, на разном отдалении от нашего места пребывания, и насчитал я 486 бомб за одну ночь. Это был ноябрь, начало ноября. И, ну, при таких моментах не особо хочется ложиться спать, потому что, ну, можно умереть во сне. Ну, в общем, мысли разные. Также там есть всякие муазины, которые постоянно будят нас там в 5 утра. Знаете, что такое муазин? Я каждый был в Яфе и слышал эти звуки. Вот в 5 утра самый неприятный. Не только потому, что просто в 5 утра никто не должен орать, тебе под ухо. И, а потом просто привыкаешь, то, что у тебя там в 3 метрах от тебя лежат рпиджи, тебе говорят, то, что у них там еще одна бомба, три калашникова, какие-то гранаты, с которыми они просто так вот подкидывают их, чистят там автоматы. Ну, даже к этому привыкаешь. И ко всему привыкаешь. Человек такой человек, который может ко всему привыкнуть. То есть, ну, нет выбора, ты просто привыкаешь. Поэтому с февраля мы уже, вот эти все стадии принятия, их там вроде 7, да, я не знаю, какой у них там порядок, мы их всех прочувствовали. Я особо это не фиксировал, да, то есть, не записывал, но и отрицание, и гнев, и апатия, и вот это вот все, мы прошли, и в феврале там уже и количество бомб снизилось, и все пошло на спад. Ну, мы как-то, скорее всего, в другом районе они начали все эти бои проводить. Ну, и было все постепенно, постепенно, даже к бомбам привыкаешь. И если там даже не спишь, то 3 месяца мы там шарахались по углам, то если там в январе, в феврале что-то уже летает, ты там ты просто сидишь, ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть вот кажется дикостью, а потом сам привыкаешь, потому что они не боятся. А сейчас, как я сплю, классно я сплю. Большое спасибо. Классно. Я скажу, что как к плохому привыкаешь, так же мы к хорошему привыкаем быстро. То же самое привыкание. Перестаем... К плохому медленнее, к хорошему быстрее. Да-да. То есть такая зависимость. Маленький вопрос, и я отдам. Кинул право. Каково 8 месяцев без соседей и без интернета? Кайф. Спасибо. Без ботинок 8 месяцев тоже кайф. Попробуйте. У меня был тоже такой опыт в армии 6 месяцев без телефона. Мне понравилось. То есть вот если вы хотите прямо от всего отключиться и добровольно, вам там месяца хватит. Не нужно 8. Но очень полезная фишка и очень полезная чисто для себя. Спасибо. Ну кто? Вот девушки давайте. Андрей, вы не отрицаете в армии отрицательного фурша у Гиэма до Индера? Я не отрицаю то, что если тут будет еще какая-нибудь война с Ливаном, я не знаю, как я себя буду чувствовать в этом. То есть я всем открыто говорю, что я хочу здесь остаться, но мое психологическое состояние, психологическое состояние моей мамы, моей семьи и всех, кто меня окружает, оно у меня дороже моей позиции. Так что все решится в будущем и для меня это важнее. Но пока я здесь и квартиру уже начинаем обустраивать. Так что значит войны не будет. Я надеюсь. Я надеюсь. Да. Хорошо. Ну последний вопрос. Да, вот вараджио позитивное какое-то. Есть вопрос? Есть вопрос? Мы везде общались. Я видел с фотошелом с фотошелом, с фотошелом. Мы никогда не видели членов семьи и там в разных местах были эти семьи, которые это собственно нам готовили и мы никогда не видели гражданских, да, как они себя называют, да, цивилианс. и мы видели только тех, кто говорил, что они солдаты Аль-Касама, там армия Хамаса. И как раз с этими солдатами мы всегда имели возможность что-то обсудить даже там на арабском. То есть как в процессе ты уже что-то понимаешь, что они говорят какие-то совсем простейшие вещи, там слов там 100-150 ты уже знаешь, уже что-то можешь ухом своим расслышать. И там у нас Шломе есть, который на севере Израиля живет. А там арабов много и он уже как бы прислушался к их речи и помогал нам. И да, мы видели там порядка 30 охранников и с некоторыми удавалось поговорить и даже обсудить какие-то более глобальные вещи, касающиеся Америки, России, Украины, какие-то такие вот прям геополитические вопросы. Естественно, мы не озвучивали каких-то своих мнений, мы скорее больше пытались выяснить их в психологию, чтобы понимать вообще с кем мы имеем дело. Но с некоторыми мы обсуждали какие-то совсем базовые вещи по типу сколько стоят помидоры, огурцы, сколько ты там зарабатываешь, как тебе вообще в газе нравится, не нравится. со мной. Да. Ну, нет, мы там врач, говорят, что он был отец этого журналиста, я вообще не знал, что он врач. И я не знал, кто вот этот журналист. То есть он не представлялся. Где-то они говорили то, что они были в масках некоторые и они говорили какие-то имена, которые друг от друга отличались. Может быть это были придуманы имена, но как бы были там разные. А когда-то когда масок нет, они говорят то, что мы там зовите на всех Мухаммад. А ты уже добавляешь там, пытаешься кому-то добавить какое-то второе слово. Мухаммад высокий, Мухаммад толстый, Мухаммад большие глаза, Мухаммад щеки. А сколько они зарабатывают это, по-разному. И по их словам кто-то зарабатывает 700 шекелей, кто-то тысячу, кто-то чуть побольше в месяц. Месяц? Да. Тысячу ехали в месяц? Да, но у них аренда квартиры стоит 200-250. Там другой совершенно порядок цен. И они когда слышали сколько там зарабатывают в среднем израильтяне, они как бы немножко так глаза пучили, конечно. Но они удивлялись. Но когда ты им объясняешь, что у нас как бы цены в столько же раз больше, сколько у вас зарплата меньше. И ты понимаешь, что пропорции примерно одни и те же и живут все примерно одинаково, просто они там, а мы здесь. Разные экономики совершенно. Да. Хорошо. Есть еще? Давайте там девушка. Да, да. Только громко. вы не гермунисты из Лангии от 8 перешитого войти выиграть с Луангии с Лудитой так опыт есть, как ты говорил. И Возвольт, как ты выражаешь Израилу что это должно быть освободить. как минимум я здесь остаюсь. Во-вторых, я всегда говорю, насколько я признателен за то, что меня спасли. В-третьих, израильской армии, во-первых, методы тупо не возьмут. Мне эта тема всей разведки и этой профессиональной армии, она очень импонирует в плане того, моя операция была круто сделана, проведена. Но что до приезда в Израиль, что после возвращения из газа и во время газа у меня были немножко другие цели на свою жизнь. Я себе в газе пообещал их исполнить. Ни одной цели, связанной с армией, там не было. Поэтому я пойду по пути, который я себе проложил и до и во время газа. Так что нет, в израильскую армию я не собираюсь идти. Класс. Хорошо. Ну что, мы тогда завершаем. Спасибо. Давайте еще раз повторим. Спасибо. 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 Спасибо огромное. Мы все стали сильнее. Приняли твой опыт. Кто принял опыт? Кто для себя какие-то сделал важные инсайты, что ты для себя понял, узнал? И спасибо огромное, чтобы твоя новая сила дала пользу всем людям. Спасибо вам тоже. Спасибо. Спасибо. Все.